В последние вот эти месяцы Януковича у нас тут пробовали, я так понимаю, поделиться российским опытом. То есть, например, все должны были, кто получает западную, например, помощь. Дело в том, что у нас общественная организация в основном уже давно существует за гранты там европейских, американских гранты. С этим мирились все. Кучма Янукович до самого последнего времени. Но я так понимаю, что мы должны были маркироваться в таком случае как иностранные агенты влияния. То есть, я впервые об этом задумался, что для этой власти мы, поскольку государство не дает нам деньги, например, для развития демократии или для независимых средств массовой информации, то, получается, мы, получая деньги от, например, Держдепа США, государственного департамента, получается, да, действительно, в некотором роде есть агентами влияния Запада, да. Более того, мне трудно это как-то запорять. То есть, действительно, да, я выступаю за западные идеи. Очень важно сказать, что недавно в России произвел очень большой резонанс, когда выяснилось, что всеми любимый Дмитрий Киселев является самым главным агентом Запада, да, потому что вот в блоге Навального был опубликован замечательный сертификат, которому летом 2012 года, то есть в разгар уже такой антизападной истерики, Дмитрий Киселев получил от государственного департамента США за то, что он прошел некий норийский курс. И то же самое со всей антизападной риторикой абсолютно всей российской элиты, то есть за ней стоят квартиры, счета, поездки в Европу и так далее. Ну, Кемчен Энн тоже, кажется, учился на Западе, но это ему ничего не ценно. Это абсолютно лицмернейшая ситуация, когда ты говоришь, как бы, если ты проецируешь какие-то антизападные ценности и называешь всех агентами влияния, будь добр, отдыхай в санатории Лазаревском, под Сочи. Понятно, что Владиславу Суркову, например, придется теперь отдыхать только в Лазаревском, а не в Каннах, как он любил раньше. Но вот, конечно, это лицемирие просто сбрасывает абсолютно любые маски с этих разговоров про каких-то иностранных агентов влияния Запада. Главный иностранный агент влияния в России Геннадий Тинченко, который является гражданином Финляндии, отказывался от российского гражданства, чтобы можно было торговать, быть посредником в продаже абсолютно всей российской нефти.